Доброе утро! У нас будет проходить Ночь в Доме Дружбы. Называется она Энергия Прошлого, Энергия Будущего. Посвящена, как вы уже догадались, наверное... Экспо! Экспо, да. Сейчас все мероприятия посвящены этому замечательному масштабному событию в нашей стране. И мы решили на своем региональном уровне поддержать его вот таким вот необычным событием. Так, вы уже успели съездить в Астану на Экспо? К сожалению, нет. Но очень бы хотелось. Смотришь ленту в Инстаграме, удивляешься. Знакомые ездят и очень даже довольны. Ну, отлично. Вообще планируете поехать-то в Астану? У нас еще время есть до 10 сентября. Я тоже не была еще. Буду надеяться, что получится. Отлично. Кто стал инициатором такой интересной идеи? Ночью в Доме Дружбы. Чего ожидать вообще? Ну, понятно, например, ночь в музее, там обычно оживают экспонаты и так далее, и так далее. Что будет происходить в Доме Дружбы? У нас будет оживать энергия, так скажем. Так, хорошо. Ну, хоть не культ предков, мне это уже нравится. Вообще, организаторы — это областной Дом Дружбы. Ночь в Доме Дружбы уже проходит во второй раз. Впервые она проходила в 2015 году. Но в этот раз мы решили провести ее немножечко в другом формате, так как хотели привлечь к этому как много больше людей, потому что кто-то работает, да, днем кто-то не может. И вообще этот формат, он интересен молодежи, да. Знаем, что Ночь в музее, та же Библия Ночь — это всегда такие мероприятия с аншлагами. Поэтому хотелось, чтобы об Экспо, об истории Экспо, о котором мы будем рассказывать, узнали, как много больше у наших кустанайцев. Итак, начало программы в 19.00. Да, начало в 7 часов вечера. Мы с вами приходим. Что же мы там увидим? Что же вы там увидите? Ну, во-первых, прямо на входе можно будет сразу же приобрести билеты на Экспо, если вдруг кто-то еще не смог. Так, отлично. Это для нас, для таких, как мы с вами, да? Да. А кто еще не съездил на Экспо, но только с жалобными и завидными глазами смотрит на фотографии. Да, будет возможность приобрести билеты. У нас будет стоять оборудованное место. Вообще, ночь она вся будет проходить на двух этажах. На первом этаже будет размещена выставка экспонатов, которые были когда-то представлены в разные годы на Экспо в разных странах. Можно будет сфотографироваться с нашими знаменитыми маскотами. Нам их предоставили. Будет карта Экспо. Можно будет взять себе книжечку на память, если вдруг кто-то очень любит читать. Естественно, сфотографироваться. Будет фотозона. А на первом этаже также будут расположены столики хэдмейдеров. То есть это будет ярмарка-выставка. Если кому-то интересно, могут посмотреть, приобрести какие-то интересные изделия ручной работы. На втором этаже будут размещены именно вот эти наши, как мы их называем, павильоны. Так, интересно. Как вы говорите-то? Так, хорошо. А павильоны? Ну, вообще, смысл был в том, что энергия, да, она же бывает разная. Энергия есть у всего, даже элементарно у стула есть своя энергия. И поэтому мы хотели показать, их будет у нас 12 энергий. Это будет энергия прошлого, энергия природы, энергия музыки. Там, может быть, попеть. Интересно. Энергия вкуса. Там, можно будет покушать. Вот это я люблю. Я тогда точно приду. Отлично. Ну, конечно же, вы придете. Много разных энергий. Будут мастер-классы. Мы, допустим, вот у нас с Белорусской Прибалтийской общины будут преподавать, так сказать, давать знания о том, как делать свечи. У них будет энергия света и цвета. То есть, ручная работа свечи. Кто-то вдруг захочет себе сделать или подарить. Отлично. Существуем друзьям. В принципе, будет много интересного, я так думаю. У нас будут коллекционеры. Поувереннее. Коллекционеры. Будут у нас интересные люди, наши кустанайцы. Так, у нас будет коллекция автомобильных моделек. У нас есть мужчина, живет в Кустанай, Евгений Быков. Он уже давно собирает эти автомобильные моделики. У него в коллекции более 400 этих машинок. И, кстати, это у них уже семейное такое дело. Они с сыном это все собирают. Только если вот у папы это обычные, да, легковые автомобили, то сын собирает уже военную технику. Конечно, это все в таком миниатюрном размере. Но, я думаю, будет интересно посмотреть любителям автомобилей. И этот павильончик у нас будет называться «Энергия скорости». Интересно-то как. Хорошо. Есть еще такой момент, концертная программа, конкурсы, викторины. Кто будет выступать? Концертная программа у нас будет большая. Она будет проходить вот на протяжении всей ночи с полвосьмого до десяти вечера. Это номера, которые подготовят артисты этнокультурных объединений. То есть у нас их вообще 17 этнокультурных объединений. И все представят свои песни, танцы. Кто-то играет на гитаре, кто-то поет романсы. Вот в таком вот формате. То есть это будет проходить в концертном зале на первом этаже. Хорошо. До скольки все это дело-то прекрасное будет? До десяти вечера. У меня есть всего три часа, чтобы успеть, точнее, и свечки сделать, и купить изделие, и пофотографироваться. Успеем? Еще, кстати, можно будет сделать украшения из застежек молний. Вау! Да. Научиться. Ничего себе классно. Да. Желающие будут этому обучать. Отлично. Есть еще такое вот отдельное, очень важное. Ну, помимо того, что можно будет накушаться, здесь еще есть призы и подарки. Да, у нас будут викторины. Какие викторины, говорить, конечно, вам не буду. Придете, вы знаете. Эх, а я тут уже на подарки рассчитываю. Ну, чтобы человек ушел от нас с каким-то хорошим настроением, конечно, за знанием мы будем вручать небольшие призы. Не могу сказать, что это будут автомобили или еще что-то. Ну, такие небольшие, чисто символические призы, просто чтобы было приятно. Отлично. Вы прямо сейчас можете обратиться на эту камеру и позвать всех кустанайцев на ночь в Доме Дружбы. Дорогие друзья, кустанайцы, гости города, областной Дом Дружбы приглашают вас к нам на мероприятие на ночь в Доме Дружбы, которое состоится уже завтра, 23 июня, в 7 часов вечера. Будет очень много интересного. Можно будет попеть, потанцевать, даже попить квасу. Спасибо. Приглашаем всех. Вход свободный, будет очень интересно. Надеюсь, вам понравится. Отлично. Ну, давайте теперь поговорим немножко о вас, вообще о предстоящих, будущих мероприятиях, которые ждут нас в Доме Дружбы. Вы как попали в Дом Дружбы? Расскажите. Ну, это интересная история. На самом деле, может быть, это кому-то и не важно. Ну, интересно. Расскажите. Так уж получилось, скажем. Да, вообще я журналист по профессии. Ну, так вот вышла. Позвали, пришла. А что касается будущих наших мероприятий, самым главным, конечно, к которому мы сейчас активно готовимся, это республиканский Сабантуй. Я надеюсь, все знают, что такое Сабантуй. Это большой татарский праздник, который празднуется везде, где есть татары, башкиры. Спортивно-культурный праздник, так его назовем. В этом году в Кустанаю достоился чести принимать этот праздник. Он будет проходить на новой набережной, 25-летию независимости. Приедет президент республики Татарстана. Ничего себе! Да, приедут делегации из разных городов и России, и Татарстана. Ну, думаю, будет очень много интересного. Конечно же, будет концертная программа, будут спортивные состязания, будет традиционная борьба на поясах, куряж называется, а победителю будет вручаться автомобиль, собственноручно, президентом Татарстана. Прям автомобиль? Насколько я знаю, да. Ничего себе! Вот так живешь в Кустанай, думаешь, да ладно, маленькие сувенирчики дарят, а тут настоящий автомобиль, ничего себе! Вы как торговые центры прям уже разыгрываете. И главный приз – автомобиль! Мероприятие масштабное, важное, поэтому мелкими призами тут не обойтись. Классно! Честно говоря, друзья, это очень классно, что действительно у нас в городе есть вот такая вот возможность не только познакомиться с президентом республики Татарстан, не только принять участие в таком огромном празднике, но еще и выиграть автомобиль. Отлично! Еще есть какие-нибудь предстоящие и будущие мероприятия? Ну, пока что это самое масштабное мероприятие, о котором, конечно, хотелось бы сказать, чтобы наши кустанайцы знали. Ну, в планах есть мероприятие, будем оповещать, будем приходить к вам в гости и говорить об этом. Отлично! Большое спасибо Дарье, что выделили нам время, пришли сюда и рассказали всем нашим телезрителям о том, что сколько всего интересного и нового у нас происходит. Ну что, дорогие телезрители, вот видите, как много всего, как много всего классного, веселого, интересного, поэтому ни в коем случае вы не должны это пропустить. 23-го, все верно, июня в 19.00. Всех ждем в Доме дружбы. До встречи! Деньittб政治! Т Abянуется Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин